Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня наша тема, тема нашей сегодняшней программы. Мы ищем идеи для инвестирования и даем прогнозы. Сегодня у меня в гостях Илья Фролов, главный аналитик департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универкапитал». Добрый вечер, Дима. Добрый. Ну, традиционно, как дела, как настроение. Ваше, конечно, Илья. Ты что-то грустный какой-то. Как сказать, да. Все, больше не говори. Все с тобой ясно, Дима. Не, ну, наверное, чуть-чуть лучше. Чуть-чуть, да. Явно лучше, причем я вот сейчас сравниваю. Я просто сегодня посетил одну конференцию, поэтому, несмотря на то, что вроде бы сейчас конференции редко удается вынести позитив, но, тем не менее, сегодня как-то получилось. Ну, если там не раздают ничего бесплатно, да, или по сниженным ценам, тогда, конечно, не вынесешь позитива. Ну, я думаю, дело в том, что я перед выходом выпил кофейку, хороший кофе был, и, наверное, я просто взбодрился. Ты прав, ты прав. Философский, наверное, надо искать прелесть в мелочах. В мелочах. Так, ладно, тем не менее, я приготовил вам некие... Я вообще настроен философский сегодня, если не возражаете. Я, да, давайте я закончу приготовление, и мы потом начнем разговор. Приготовление в плане того, что я напомню слушателям. Они могут позвонить нам в студию. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Далее, сайт компании финам.фм, собственно, вы можете воспользоваться этим ресурсом, чтобы свой вопрос опубликовать. Мы прочтем, ответим, ну и поделитесь вашими мыслями по поводу того, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, я напомню, я не случайно так вот формулировал сегодняшнюю тему, мы будем искать идеи. И тогда логический вопрос, я сейчас сам с собой, извините, пожалуйста. Логичный вопрос, а есть ли они? И вот в этой связи я хочу начать сегодняшнюю беседу с анекдота. Я его вспомнил, он старый, конечно, причем он такой узкокорпоративный. Анекдот про лабухов. Ну, если знаете, да, это музыкантов так кличут в своей среде. Особенно тех, кто в ресторанах играет. Ну, я думаю, что транспонировать его можно на любую, так сказать, профессиональную группу и на трейдер в теме. История следующая. Ну, пусть будет это в ресторане. Играет оркестр. Ну, раньше это было модно, да, там, с живыми дудками. Я, кстати, в свое время играл на духовых инструментах, мне это близко. Играет оркестр, да, и два посетителя, они сидят за столиком, обратили внимание на двух музыкантов. Они рядышком сидят тоже. Ну, и, по сути, играют одну и ту же партию, они смотрят в один и те же ноты. Ну, пусть это будут два саксофониста. Причем они разно себя ведут по-разному. Один из них, пусть будет помоложе тоже, в этом есть логика. Он, значит, чудеса виртуозные какие-то показывает, да, как говорят, поливает, поливает. Он туда-сюда, там, что-то, да-да-да-да-да-да-да. Красный как рак. Старается во всем. А рядом сидит там, чуть взрослей музыкант, и он смотрит спокойно в одну точку и дует одну ноту. Все. Ну, и зрители, значит, обратили на это внимание, и один другого спрашивают, слушай, как странно, да, вроде бы. Рядом сидят, ну, и тоже играют, а как-то по-разному. И ответ, философский ответ. Видимо, тоже человек в материале был, он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Вот тот, который моложе, который виртуозно исполняет, он ищет свою ноту. А тот, кто сидит рядом, он ее уже нашел, и ему вот это все уже ни к чему. Извините, да, издалека я подошел. Так вот вопрос. Кстати, вчера, да, я тоже за эфиром это говорил, вчера у нас был Андрюша Верников, всем известный, Цериха Алексея, Рыбаков из Троепортала. В общем, они тут тоже сражались, сражались, потом помирились. И все-таки убедили меня, Дима, убедили меня в том, что нету идей на фондовом рынке. Причем в глобальном смысле нету идей. Более того, я уже так, я человек очень внушаемый, поэтому я прошу вас, может, вы умеете развеять пессимизм. Я со вчерашнего дня практически разуверился. Ну, то есть, не, меня, конечно, успокоил тот же Андрей, он говорит, ну, чего, вот будет, боковик будет, там, широкий, там, не очень боковик, пила, да, там, зайчики он любит. Но идеи не будет, никогда мы больше, никогда, я подчеркиваю, никогда мы больше не увидим вот этих вот волшебных месяцев, да, или лет роста какого-то, да, какого-то, ралли там, что-то еще. Вот такая вот мысль. Я прошу прощения, я вас каким-то образом огорчил по этому поводу, но я живу под впечатлением того, что все, идеи, если возможно, Дима, Илья, если возможно, разубедите меня, пожалуйста. Давай. Ну, собственно говоря, спасибо. Волатильный боковик, это уже классная идея, на самом деле. Если волатильность внутридневная, там, хотя бы по индексу, да, ну, где-нибудь, хотя бы 0,7, 0,7 процента, ну, это чудесно. И если она в течение года, ну, вот, скажем, возьмем акции Роснефти, да, разместились там по 204 с хвостом, сейчас цена, я не знаю, какая она закрытие была, потому что вот сюда уехал. Ну, и, собственно говоря, еще не закрылись, да, еще 40 минут торговаться. Ну, да, но вблизи, скажем так, да, при этом ходили к 150, к 270, да, о чем-то говорит о том, что, в принципе, очень здорово, если есть определенная терпелка, да, или просто нет возможности постоянно висеть у монитора, то купил все, что ниже 200, да, и продал все, что выше, там, 210. Ну, и все. И вот так мы будем жить теперь? Сколько? Вот сколько мы так будем жить? Давайте посмотрим на историю. Вот если мы говорим, что никогда не будет роста. Мы как раз вот, собственно, перед эфиром тоже обсуждали эту тему, будет ли когда-то рост на рынке, будет ли когда-то рост личных доходов. Понятное дело, что экспоненциальный рост, который был, вот, там, с 2000-х годов, ну, с 2004, да, по 2007-2006, в ближайшее время быть не может. А на чем, собственно? Где та недооценка, которая позволила произойти этому росту? Хорошо, не в ближайшее время. Вот, а не в ближайшее, давайте посмотрим на историю. Смотрите, там, открываем индекс, там, Dow Jones или S&P. С 60-х по 80-е годы с учетом инфляции отрицательная доходность. 20 лет отрицательной доходности на очень волатильном боковике. Чудесно. Может ли быть такой сценарий сейчас? Да почему бы и нет? Очень даже может быть, если вот, там, вспомним, два года назад или три года назад все говорили о японском сценарии в глобальном масштабе. Вот это он и есть. Потом произойдет что-то еще. Я не знаю, может быть, там будут с Луны, положим, гелий-3 возить, на Луне база будет, туда пойдет какое-то производство. Я с тобой соглашусь. Вот вам новый цикл, и на нем опять может быть экспоненциальный рост. Они наверняка появятся все-таки из внеземной цивилизации. Да-да-да, прилетят марсиане и все сделают. Это реалистичный сценарий. Да-да-да, это самый реалистичный. Потому что я так понимаю, что наши умы, глобальные умы, они ничего нового уже не предложат нам. В данной парадигме, которая сейчас есть, конечно, ничего принципиально нового, ну, кроме КУЕ, да, мы видим, что никто придумать ничего не может. Либо надо резко упасть и долго там посидеть, там, положим, два года. Тогда можно расти от низкой базы. Естественно, что от низкой базы ни у политиков, ни у экономистов крупных расти желания нет. Значит, сейчас надо будет держать все вот в той ситуации, которая сейчас есть, да, там, на кредите, на бесплатных деньгах, там, до 16-го года, до 17-го, когда будет возможность, например, сделать деньги более дорогими. Или вдруг, скажем, появятся какие-то идеи технологические, да, которые можно будет финансировать и которые всосут в себя эту ликвидность. Вот тогда мы увидим еще один экспоненциальный рост. Но, причем, опять же, увидим пузыри соответствующие. Сколько до этого времени придет? Там, пять лет? Десять лет? Будет между этим глобальная война какая-то или не будет? Значит, это все вопросы, на которые, ну, может быть, к счастью нет ответа, может быть, к сожалению, нет ответа. Но ответа нет. И у меня нет, и ни у кого. Я думаю, если так по-серьезски, нет. Исключительно по-серьезски. Конечно. Потому что я начал с анекдота, это как раз, да, как раз говорит о том, что тема очень серьезная. Невозможно, да, о серьезном говорить с серьезным выражением лица, как говорил. Я, еще один момент, да, у нас осталось не так много времени, сейчас мы уйдем на новости. Вот. А перед этим я, ну, опять-таки, так сказать, для, для еще какой-то, еще какой-то информации к размышлению прочту. Сегодня очень модно она была в социальных сетях, в частности, в Фейсбуке. Я раз 500 видел, как перепостил. Один ее, ну, это, видимо, считается хорошим тоном. Вот. Фраза, фраза сегодня. Она вот, на мой взгляд, была сегодня лейтмотивом торгового дня. Перепостили изречение известного финансиста Джона Темплтона. Ну, на всякий случай, для слушателей, да, кто такой? Сэр Джон Темплтон, вот я в Википедии скачал. Это миллиардер, финансовый Макдат, создатель всемирно известной группы инвестиционных фондов, носящие его, и на всякий случай, ему сейчас, а, даже не сейчас, на шестой год, эта информация шестой год, ему было 93 года. То есть, сейчас он чуть старше стал. Ну, да ладно. Тьфу-тьфу. Да, тьфу-тьфу-тьфу, да. Хорошо себя чувствовал при этом. Смотрите. И вот суть опять, да, того, о чем мы сегодня рассуждаем, мне кажется, здесь абсолютно, абсолютно иллюстративно. Высказываем следующее. Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, матереет на оптимизме и умирает, считай, разворачивается, в эйфории. Ну, замечательно само по себе. Чудесно. Абсолютно точно, с точки зрения фундаментального анализа, технического. Я даже тренд сейчас этот представил, как тяжело, да, понять, что это разворот уже, как тяжело он идет, потом, когда уже включается, да, так сказать, основное мясо, что называется, да, мы видим вот это, а потом там на хаях уже кто-то пытается схватиться, а оно вон еще. Ну, так вот, еще раз повторю, вот об этом мы еще хотели, хотел бы я с вами поговорить, но, естественно, сделаем уже через некоторое время. Еще раз повторю, мы идеи ищем, хотелось все-таки их увидеть. Сейчас с удовольствием, как всегда, слушаем новости в исполнении Насти Юрьевой, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам. ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Кстати, «во сне» неплохо звучало, «во сне». Трейдинг во сне, обучение трейдингу во сне. Для любого получения прибыли во сне. Во сне, да. Собственно, и реализация этой прибыли во сне. Вот вам идея на фондовом рынке новая. Спасибо огромное. Итак, напоминаю, сегодня у меня в гостях Илья Фролов, главный аналитик департамента операции на финансовых рынках Сбербанка, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований Институтной группы «Универкапитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый. Телефон в студии 6510-99,6, код «Москвы-495». Это для слушателей. И сайт финам.фм. Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Мы ждем от вас. Ну и, может быть, кто-то поделится своим видимым ситуацией. И сейчас основная сегодняшняя тема – отсутствие идей. Ну, я вот такую подачу предложил. Отсутствие идей. Хотя, может быть, меня как раз мои сегодняшние коллеги и разуверят в том, что действительно идея, может быть, и есть некая. Просто ее нужно рассмотреть. И возвращаюсь я к цитате «Как зарождается бычий тренд». Мы об этом поговорили только что. И в связи с этим, да, кругом сплошной пессимизм, да, если вы со мной согласитесь, конечно, с этой точки зрения. Может быть, действительно, это и есть самый момент зарождения бычьего тренда. Я еще одну, извините, возьму на себя, ну, традиционную обязанность, да, я это не сделал в первой части программы. Давайте посмотрим, что происходит на финансовых рынках. В Москве 18-20 нужно отметить, что американцы прибавляют скромно. «Доу Джонс» 7 сотых, «СНП» 1 десятую, наши, ну, не очень, но все-таки под водой «РТС» 8 десятых, «МВБ» 7 десятых процентов. А вот главное, сейчас, по крайней мере, да, интрига происходящих событий, падает, цены на нефть валятся практически в моменте по 2,5 процента. Нефть марки «Брент» стоит 108 долларов за баррель, 108 после вчерашних 111-112, да. Золото уверенно стоит на хаях 1780, ну, и евро-доллар там вокруг 1,29 ходит, ходит, бродит, бродит, ничего пока не видит. Вот такая вот история. Кстати, за эфиром мы говорили, да, Дима, сегодня основное, ну, основная статистика, да, это статистика по рынку труда от ADP. И вот я посмотрел, как раз у меня такая возможность есть, она вышла лучшие ожидания. Сипи, тем не менее, вот, пока к этому делу равнодушен, а нефть валится. Ладно, давайте продолжим. Мы ищем, Илюш, давай, не грусти, во-первых, да, я, может быть, тебя, я добавил, он и так-то был грустным пришел. А тут еще нефть валится. А тут все еще, да, вот так вот. Наверное, все-таки не все так плохо. Давай, мы ищем идеи. Как ты считаешь, есть глобальные идеи на финансовых рынках или все будет вот так же? Пока инопланетяне не прилетят и скажут, все, ребята, ша, теперь будем жить по-новому. Ну, на это пока, надеяться, наверное, не приходится. Поэтому, в общем-то, если смотреть на рынки, ну, наверное, боковой, боковое движение это тоже тренд. Просто нужно смотреть несколько, несколько глубже, да, и там смотреть не только на динамику индексов, но и там, может быть, искать какие-то конкретные идеи уже в рамках вот структуры индекса, да. Потому что, ну, даже там в тот период, когда рынок стоял, да, фактически летом, многие бумажки очень неплохо прибавили в стоимости. Я думаю, что там были идеи в энергетике и просто отдельные сектора, они вот выглядели, ну, честно, лучше, да. Проблема в том, что, как бы, смотреть просто на индекс, особенно российский, да, это может быть не очень показательно. Почему? Потому что, в общем-то, у нас, честно, перевес нефтянки, нефтянка реагирует очень слабо на динамику. Нет, ты смотри, я опять о своих, о своих этих, да, исканиях, мучениях. Давай не будем смотреть на индексы, тем более российский. Давай куда-нибудь другое место, ну, куда, вот на СИП давай посмотрим. Вот, он тоже не внушает оптимизм, как-то мне. Куда посмотреть-то, скажи мне. Ну, СИП растет вполне ровно и пока не подает каких-то признаков разворота. Вот, поэтому вполне возможно, что вот эта стадия, да, вот эйфории, вот, она не еще очень далеко. Извини, пожалуйста. Кстати, вот Дима, да, некоторое время назад говорит, ну, когда я о марсианах предложил поговорить. Да, кроме марсиан, наши ничего нового, говорит Дима. Кроме Ку-3, ну, Ку-е, да, кроме количества людей, не придумали. Земля не, ничего нового, кроме Ку-е. Но Ку-е тоже, это не новое уже. Ну, уже не новое. И более того, там первое Ку-е, да, было, результат был какой-то. Ну, какой-то, в кавычках, результат. Ну, теперь и был. Ку-е второй, скромнее, но был уже. А Ку-е-3, что это? Пшик, пшик. Ну, может быть, я еще лелею надежду, что он реально-то еще, мы не видим его результатов. Потому что надо ведь, для всего нужно время, да. Нужно, скажем, сократить резервы под те облигации, которые будет выкупать ФИЭТ. Нужно понять, какой объем. Нужно расширить лимиты на то, на сё. Нужно эти лимиты утвердить на Арийском комитете. Естественно, одно дело, если это делается там в компании инвестиционной четвертого десятка в России, это делается за, ну, за полчаса, да. Если это делается там в лондонском офисе. Какие там лимиты? Какие там лимиты, брать надо и все. Конечно. Если это делается в лондонском офисе или в нью-йоркском офисе, то это может делаться больше недели. А иногда еще больше. Поэтому, в общем-то, история Ку-е показывает, что после его оглашения, да, происходит всплеск, потом происходит коррекция. В течение двух недель она, грубо говоря, выходит на те уровни, откуда корректировалась. И дальше начинается рост. Уже более-менее устойчивый. Да. То, что он в девятом году, грубо говоря, после Ку-е восьмого года, да, во-первых, росли от супернизкой базы, во-вторых, росли долго, да, но, в общем, не очень понятно. Скорее на уверенности в том, что, ну, уж сейчас-то всех спасут и больше, бляж, времени банкротства не будет, да. Поэтому росли сильно. В десятом году росли гораздо меньше по времени, хотя денег влили больше, да. Там, видимо, Европа притормаживает. Европа притормаживает, да. Там Грецию опять начали раздувать. И не было, собственно говоря, и так было понятно, что всех уже спасли, да, и основная идея была в Греции. А сколько там, я помню, 70% аналитиков, опрошенных Блумбергом, были уверены в июне 2010-го, что к сентябрю 2010-го Греция выйдет из еврозоны. Ну, вот это просто как иллюстрация. А сейчас вообще непонятно, кого спасать, чего спасать. Причем здесь, собственно говоря, расширение, там, долларовой ликвидности, если проблемы, вроде бы, как бы, в голове проблемы все связаны не с Соединенными Штатами. Грубо говоря, опять же, соглашение между Центробанками уже было и так, о неограниченном предоставлении долларовой ликвидности. Просто об этом уже забыли даже. Поэтому, ну вот, грубо говоря, вливают в рынок по 40 миллиардов, да, вернее, будут, еще не влили, да. Что это будет означать там для фондовых индексов, тоже вопрос, потому что там все эти деньги могут быть, вообще говоря, и главным образом стерилизованы в долговых инструментах, может быть. Может быть, в сырьевых. Тут сложно сказать, потому что слишком много факторов типа выборов, да, в Штатах, типа выборов в Германии, типа того, что еще на Ближнем Востоке ситуация, мягко говоря, непонятная, и кто придет в Штатах, например. От этого может зависеть, и вообще говоря, либо военный, либо невоенный сценарий, ну и так далее. Поэтому сейчас, я думаю, что, естественно, куе от раза к разу, они вот будут падать по эффективности своей очень сильно. Ну, это так же, как и все остальное, наверное, когда от раза к разу повторяется один и тот же инструмент без изюминки. И, собственно, конкретно сейчас никого не спасли этим куе, конкретную какую-то идею или проблему не расшили, да, поэтому не снимается какой-то определенный риск. Ну, грубо говоря, если бы еще Мудис не помогала сомневаться в платежеспособности Испании, тогда, я думаю, все было бы, наверное, немножко покрасивее. То есть, ну, у Мудисов тоже, наверное, есть какой-то интерес, да, что они вот самые ответственные или там... У них не интерес, они честно, честно, рейтинги озвучивают свою позицию. Ребята, мы не ангажированы, да, мы все по чесноку. Абсолютно. Кстати, извини, вот еще тема. Мы сейчас вспомнили сегодня статистика параметра статов, индикатора ADP, ну, такой опережающий, да, или предварительный перед пряченными payrolls. Но, тем не менее, интересен всегда. И он вышел лучше ожиданий. Обратите внимание, вот хотелось бы мне услышать, а что это значит? Что это значит, ну, вот в рамках будущего вливания ликвидности? Что это значит, Иреш? Ну, это значит, наверное, в текущей вот реальности, да, перед которой мы. Это значит, что вполне возможно, что состояние рынка труда, по крайней мере, стабильное, да, то есть оно не двигается там сильно, да, в какую-то сторону. Хотя данные ADP, наверное... Нет, нет, я понимаю, что это не то, на что надо ориентироваться. Не позволяет. Ну, тем не менее, вы смотрите, но это означает, что в бенбернанке, возможно, ты прям осторожней числишь, как будто вот он за дверью здесь стоит, и боишься слово сказать резко. Скажет о том, что, в общем-то, там, либо расширение программы, да, на что надеются ряд инвесторов и участников рынка. А в случае, если серьезных подвижек на рынке труда не будет, да, бенбернанке может предложить расширить программу. Как один из вариантов. Извини, еще раз я сформулирую вопрос. Вот эта статистика, она говорит об улучшении ситуации. Я понимаю, еще она не говорит, да, глобально нельзя никаких выводов делать. Но, тем не менее, вот сегодня вы вышли неожиданно. Она, ну, предположим, она говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Как это отразится на обещании КУЕ-3, Дима? Ну, я согласен с Ильей здесь абсолютно. И, в принципе, здесь, наверное, показательно то, что это сентябрьские данные. То есть, по идее, озвучили КУЕ в середине сентября, да, в середине месяца. То есть, по идее, работодатели как бы могли уже инкорпорировать в голову, что, ага, будут деньги. Давайте, вот, собственно говоря, я, честно сказать, ожидал, что, да, она будет лучше. Если будет выше 160 тысяч, мы утром писали, что это четкий сигнал на покупку. К сожалению, опять мы видим, что хорошая статистика, почему-то, вот, все время чего-то не хватает, да. К сожалению, опять мы видим, что рынки очень слабо реагируют позитивно. Хотя, например, Америка явно и не желает совершенно идти вниз. Долгое время уже возле технических уровней стоит, но чего-то не хватает. С точки зрения чисто статистической, да, если говорить о макроэкономике, о чем может говорить такая статистика? О том, что, да, будут создаваться новые рабочие места, вот о чем это говорит. Просто это требует подтверждения, да, потому что если это был разовый всплеск, это одно. Если по октябрю будет то же самое, скажем, выше ожиданий, окей, это тренд. Спасибо, спасибо. Мы продолжим, естественно, разговор об этом, послушаем новости. Ну что ж, уважаемые слушатели, продолжаем наш разговор, наш важный, важнейший разговор в поисках идей для инвестирования, в озвучивании, в озвучании прогнозов дальнейших событий на финансовых рынках. Это программа «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Илья Фролов, главный аналитик Департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал». Мы продолжаем обсуждение ситуации. Напомню, телефон 6510-99,6 от Москвы-495 и сайт компании финансов.фМ. На самом деле вопросов уже много, и вот звонки, я смотрю, начались. Сейчас мы давайте к ним вернемся, а тем не менее закончим. Я, Дим, перебил тебя, извини. Я все-таки конкретнее вопрос сформулирую свой. Я, может быть, он не очень корректно прозвучал. Я говорю о том, что если, если, ну, ADP, это не показатель согласия, но если, тем не менее, макрометическая ситуация на рынке труда будет улучшаться, да, payrolls или выйдут, или там безработица вдруг неожиданно упадет, там, до 5%, кто-то такую цифру предлагал. Будет ли это означать, что Бернанке свернет к Е3? Вот к чему я веду. Нет, если Бернанке еще к тому времени останется, да, то я думаю, что в любом случае на полгода к Е3 мы обеспечены. И какая-то квазистабильность с точки зрения финансовой политики в США в случае сохранения нынешней администрации нам обеспечена до выборов в Германии. Это, напомни, это когда у нас... Это весна следующего года, да. Соответственно, вот после весны, после немецких выборов, например, если Меркель проиграла, или, условно, Меркель не канцлер, приходит другая коалиция, то тогда вполне может быть и выход Греции из еврозоны, и выход Германии из еврозоны. Вот, я тоже хотел сказать. Конечно, просто сейчас нынешние власти еврозоны, они, прежде всего Германия, не может себе позволить никаких изменений в еврозоне. Что бы там ни говорили какие-то рейтинговые агентства, инвесторы, кто угодно, не может быть выхода. Потому что в этом случае это означает, что все деньги, которые были потрачены, были потрачены зря. На ветер, да. Да. Новая администрация может сказать, что хватит тратить деньги на ветер. Мы не видим выхода, посмотрите на, скажем, заявление рейтинговых агентств. Это бесполезная трата денег, нам надо расстаться с этими странами и полностью изолироваться от них. Вот, это, пожалуйста, это нормальное здравое решение, но новая администрация. Соответственно, кстати, я не могу вполне согласиться, что ADP это индикатор так себе, он макроэкономически, может быть, не так значим. Но давайте вспомним, как на ADP, слабый ADP в 2011 году реагировал рынок, когда вместо 130 тысяч рабочих мест, ну, созданных, вышло 35. Один из минимумов, да? Это был просто катастрофический обвал и там и здесь. Я, честно говоря, не вспомню, но я в пику тебе хочу сказать. Ну, здесь есть разница существенная, 130 и 30. А когда 140 и 160, ну... Здесь очень важно, понимаете, что вышло лучше. Потому что если бы с учетом двух недель после КУЕ, которые уже попали в статистику, вышел бы хуже ожиданий, вот это была бы реальная катастрофа, скорее, мне так кажется. Потому что сейчас, наверное, все-таки рынок по идее должен реагировать на негативную статистику негативно. Потому что, ну, что, еще одно... Как там? КУЕ-4. Прямо сходу. Это уже все. Причем была хохма такая, мы говорили, кто-то из американской. Ну, что, все, КУЕ-3 закончился, РОС закончился, вот два дня по разу. Надо КУЕ-4 тебе. Хорошо. Смех и грех. Да, не говори. Так, значит, у нас, давайте, много вопросов накопилось. Тем более, вот, есть один из слушателей, который звонит сейчас. Мы его держим в неведении. Это Владимир. Давайте послушаем, ответим на его вопрос. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире, говорите. Алло, добрый вечер. Скажите, такое вот мнение и вопрос. Вот Америка падать не хочет, да? Никто, ну, и расти, как бы, непонятно на чем. Все чего-то ждут. Есть такой вариант. Вот сегодня вышла статистика, да, что рекордные продажи машин в Америке. Американцы вроде там не дураки, они так просто тоже покупать не будут. Ну, и нет такого ощущения, что все вот это вот накопилось, да, КУЕ-3 озвучили, там сейчас безработица не растет, ну, и рынки не растут. И есть вероятность того, что вот сейчас реально октябрь будут ждать просто, кто выиграет. Потому что и Ромни там против Бернанки хоть, ну, и прилюдно это все специально. Выиграет, имеется в виду, кто победит, кто станет президентом, да? Ну, да. То есть, если в Бернанке сейчас реально, ой, Бернанке, если Обама станет президентом, возможно, вот все эти накопившиеся, да, вроде, позитивные моменты, которые никак не отыграют. Возможно, вот в ноябре после выборов и попрет все новогоднее ралли. Какое вот мнение? Даже несмотря на нефть. Нефть как раз сейчас в руку Обаме, может быть, играет снижение. Хотя и сезон закончился уже в Америке. Ну, вот такие вот мысли. Спасибо, спасибо, Владимир, очень интересно, спасибо. Мне понравилась оговорка по Фрейду, да? А как он, Бернанке? Да, Бернанке президент. Фу-ты опять. Не-не-не, он просто Бернанке. Фу-ты, уже, наверное, его склоняют, а так ему оговорился. Фу-ты, да что ты этот Бернанке опять. Ну, давайте, собственно, мнение Владимира. Вопрос это как такового не, да? Он изложил свое видение ситуации. Как ты, Илюш, смотришь? Насколько все это дело? Ну, в принципе, я думаю, что достаточно здравое размышление, потому что действительно, наверное, сложно сейчас найти какие-то позитивные поводы для дальнейшего роста, сильного, да, на рынке американском. Потому что, в принципе, и фундаментально он выглядит, скажем так, недешево, да, уже. Наверное, там, по многим было очень интересное исследование. На самом деле, практически все сектора американского рынка, да, за исключением финансового, они, если исключить финансовый сектор из S&P, да, S&P уже обновил исторический максимум. То есть бумаги реально, они на своих, ну, близких, по крайней мере, к историческим, да, хаях. Вот, финансовый сектор, да, там все понятно, там очень много проблем, и какой-то сильной динамики, наверное, он не покажет. Даже при запущенном QE3, я думаю, что инвесторы туда не пойдут, понимая все, как бы, риски, которые там имеются. Вот, поэтому, да, действительно, мировые ЦБ запустили количественные смягчения, фактически, да, они готовы смягчать дальше монетарную политику. Ну, как один из факторов, наверное, может быть, сезон отчетности немножко еще подтолкнет в октябре. Хотя, на самом деле, тоже большие сомнения, потому что, в принципе, ждут, что прибыли будут негативными. Ну, имеется в виду, сезон отчетности может послужить, как говорят в таких случаях, драйвером, да, либо к росту, либо к падению, наверное, даже. Ну, наверное, я думаю, что там будет не очень убедительные данные вот в годовой динамике, да, по прибыли, то есть там либо будет снижение, либо близко к нулевой, да, динамика. Но вполне вероятно, что ожидания будут вот такими заниженными, да, пессимистичными. Это мы видели последние два сезона, которые были, и, в общем, даже не очень, скажем так, убедительные данные по прибыли компании, они приводили к тому, что инвесторы получали, там, так называемый earnings price, да, то есть они получали вот подпитку за счет того, что понимали, что вот прибыль, которую компания показывает, она там, возможно, не полностью учтена, да. Ну, в принципе, я думаю, что еще такой вот краткосрочный, возможно, фактор, это все-таки может быть какое-то улучшение ситуации в Европе на следующей неделе. Ну, ты так и ждешь улучшения ситуации. А как оно должно выглядеть? Испания попросит помощи. Это улучшение ситуации в Европе? Улучшение. 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 Потому что? Потому что есть возможность опробовать механизм ESM, только лишь так. А какой же это улучшение? И механизм ЕЦБ, который до сих пор не запущен. Хотя и она... Непонятно, как он работает, собственно. Да. Я понял. Спасибо. Давайте, у нас есть много вопросов, просто времени не так много осталось. Андрей. Наш, слушайте Андрей. Конкретные вопросы, да, Дим? Или я? Адресую. Так, 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 так. Сегодня смотрел, после КОИ-3 зафиксировался по металлургам. Значит, мнение ваших гостей по Сбербану. Сбербану. Сбербанку. Обычным акциям. Акциям обыкновенным, да? По нефтянке, ну, в целом. По металлургии, в целом. Горизонт до конца месяца. Спекулянт, Андрей, у нас. Что... И четвертый момент, да, что по банкам. Идея с ВТБ, идея с дополнительной эмиссией, видение, что и как. Промсвязь, банк. Промсвязи. И по промсвязи мнения экспертов. Ну, вот так я немножко корявенько прочел. Ну, давайте я выделю еще раз. Значит, обычка Сбера интересует, нефтяная отрасль, металлурги и банковский сектор. Дим, что скажешь? Ну, если мы исходим из логики КУЕ, все-таки я еще пока стараюсь исходить именно из логики КУЕ, то, естественно, здесь эти отрасли, которые называются цикличными, будут одними из лидеров, да? Хотя я бы в данном контексте, вот в текущем рассматривал их не как цикличные, а как просто очень дешевые. Не относительно реальной ситуации, относительно реальной ситуации все всегда справедливо стоит. А вот относительно, грубо говоря, их потенциала восстановления. То есть рассчитывая просто на восстановление, фактически на притоке денег, не на улучшение ситуации в макроэкономике. Поэтому здесь, естественно, металлурги плюс, Сбербанк и прочие банки плюс. И как могут поднимать резко банки, мы тоже уже видели, да, за последние месяца-полтора. В общем, рынок нам это показал. То же самое ритейл, да, может выглядеть очень, очень, в общем-то, неплохо, учитывая, что кредитование розничное в России растет. И растет довольно активно. Я не могу сказать, что это плюс, да, опять же, что это устойчивое, что это рост устойчивый, что это хорошо там для той же банковской отрасли. Но в моменте, да, если там с горизонтом до конца года, да, это плюс. До конца месяца даже. До конца месяца, вот, я здесь скорее с Ильей солидарен, что... Непонятно, мы рассчитываем на Куя, Америка может просто стоять и не покупать, потому что остался-то месяц, в общем-то, до выборов. И, конечно, если не будет существенного движения вверх по СНП, например, да, то в случае победы Обама, я думаю, что движение будет отыгрывать. Это и отыгрывать будет хорошо, может быть, и перерастут. В догонку, в догонку. Да, да, может быть, они там, условно говоря, трехволновочкой, да, перерастут. Это, там, две недели, три недели растут, потом неделя вниз, и уже до Нового года третья волна вверх. Ну, условный сценарий вот такой. И там, естественно, все отрасли с считающейся высокой бетой, да, то есть металлурги, наших энергетиков, наверное, могут подтянуть еще, и наши банки, вот они и будут, да, в числе лидеров. Я понял. Илюш, твое мнение. Ну, ключевой вопрос, мне кажется, все-таки будут ли вот с запущенным, скажем так, количественным смягчением выходить в российский рынок и в другие рынки, развивающиеся деньги. То есть будет ли приток капиталов, который был после первых предыдущих двух программ, да, первых двух. То есть наличие самих денег, да, самой программы КУИТЫ, это еще не гарантия того, что они пойдут сюда. Сегодня уже да, к сожалению. О, это интересно. А что мешает в этом случае? Вот, кстати, несколько дней назад мы обсуждали, да, с коллегами, замечательное было предложение, что, ну, это все понятно, фундамент там, да, есть структурные проблемы, проблемы нашего рынка. Почему инвестор с большими, да, деньгами, с длинными деньгами сюда не идет? Потому что ему, ну, условно говоря, неудобно, ему непонятно, да, он не знает, ну, еще более условно скажу, он не знает, какую кнопку надо нажать, потому что у нас тут свои какие-то кнопки со своими механизмами. И они меняются местами. Они меняются местами, да. Написано «бай», да, ты на нее нажал, а оно вон что. Оказалось целым. Или анекдот опять, Сергей Георгиевич, что сидит и отколупывает кнопку «бай». Отколупывает, отколупывает. Вот ты об этом говоришь, собственно, да? В этом проблема, почему деньги могут не быть? Ну, проблема, на самом деле, в том, что все-таки сейчас, если смотреть, да, на вот тенденции, которые были с начала года, все-таки выбирают пока что наиболее ликвидные рынки акций и фикс тэнком. Очень выборочно, да, тоже хорошего качества. В этот список российский рынок не попал? По рынкам развивающимся, в принципе, мы относимся к БРИК, к группе БРИК. Ну, там все очень нерадужно и по динамике, и по движению сфотом. Я прошу прощения, последняя буква в этом слове «К» — это Китай. Да, Китай особенно разочаровывает в этой связи. Я понял. Вот, то есть это такое вот… Ну да, к сожалению, да? Обережающий. Годовое… Я прошу прощения, значит, вновь слушаем новости, а потом в последней части отвечаем на вопросы и заканчиваем. Вновь в эфире «Финам.ФМ. Сухой остаток». Добрый вечер, уважаемые слушатели. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем поиск идей на финансовых рынках. В гостях сегодня Илья Фролов, главный аналитик Департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институционной группы «Универ Капитал». Сегодня, еще раз повторю, мы в поиске. Кстати, мы начали отвечать на вопросы, и есть пару вопросов, а точнее тире взглядов, ну или вот в рамках ответа на наши вопросы. Вот тот же Андрей, да, которому мы сейчас оппонировали, да, не оппонировали, на вопросы, которому мы отвечали, идеи, которые по поводу Сбербанка, в частности, банков Сетра, Металлург и так далее, озвучивали вы. У него замечательная глобальная идея появилась. Зачту, за исключением последней фразы, Андрей, я прошу тебя, так сказать, у нас есть определенные цензурные ограничения 16+. Поэтому корректнее, пожалуйста, в своих постах. А основная идея такая, а вот чем не идея, говорит Андрей, после КУЕ-3 коррекция, ну, наверное, логично, тем более она вот какая-то наблюдается, да. Мы подобрали штучно, говорит Андрей, и ждем с горизонтом, ну, для каждого свой. Ну и дальше вот у него. Кто насколько молод, у кого-то 60 лет впереди, у кого-то 15. Ну, у кого-то, извини, дети и внуки, им тоже жить, конечно, поэтому долгосрочный горизонт в этом случае всегда вещь, благодарная, что ли, да. Мне не достанется, достанется детям, внукам достанется. Ну, хотя вот, еще раз повторю, тот же самый Андрей говорит, ну, озвучив эту глобальную идею, все-таки страшновато, говорит он мне, потому что, и дальше он перечисляет, Испания, да, Европа в целом, там, и так далее. Как вы на эту идею, Илья? А, вот все остальное забыть, дождаться коррекции, если она будет, и потихоньку покупать. Потому что QE3, вот идея, деньги будут. Ну, да, деньги будут, но будут все-таки на какой-то ограниченный период времени, чтобы потом, никто не знает. Ну, то есть, поэтому какие-то вот длинные горизонты, я бы сейчас, наверное, сильно... Я понял, на детей, на внуков не рассчитывать, да? Не, ну, если там 60 лет горизонт, то тогда какая разница, там, или шаг, или брокер разорится, или биржа не будет. Ну, ладно, ладно, ладно. Нет. Я понял. Я понял, нет. А на короткие, нет, идея абсолютно, собственно говоря, я то, что вот озвучивал, это именно оно уже есть. И просто здесь, естественно, риски того, что, грубо говоря, коррекция вдруг окажется слишком... Глыбже будет, конечно, конечно. Это ловлетно, да. Спасибо. Теперь забавно, я бы сказал, еще один, да, еще один сообщение от слушателя Александра. Забавно, противоположная точка зрения. Я бы сказал так... В технологии противоположной. Скажите, пожалуйста, после каких новостей можно предположить, что нет надежды на рост и Армагеддон? И даже не так. Что нет надежды на рост, строго на год шорт, говорит Алексей уже, да? Вот после каких новостей, ну даже не конкретно новостей, наверное, что должно произойти на рынке, чтобы мы действительно увидели вот этот шорт, да, годовой по день. Ну, годовой вряд ли, конечно, продолжится в год. Дим, как ты думаешь? Хороший вопрос. Сразу сказать, не знаю. Я думаю, что первая, да, первая новость такая, это победа Ромни. Победа Ромни. Для России это шорт. Серьезно. Само по себе. Да, ну политический, политический риск на Россию. Другое дело, что дальше за этим могут последовать более такие ястребиные действия, более активные действия Соединенных Штатов на том же Ближнем Востоке, например, в отношении Венесуэлы и так далее, да? И с точки зрения стоимости энергоресурсов, это может оказать хорошую поддержку рынку нашему. Здесь нет худа без добра. Да, и собственно говоря, не будем забывать, что весь рост российского рынка, да, с 2000 года по 2008 был при республиканцах, при довольно-таки натянутых, мягко говоря, отношениях, да, просто тот актив, который был дешев и который был привязан к растущему сырью, инвесторы покупали. Более того, инвесторы, как говорят, да, инвесторы в США довольно-таки благосклонно относятся к Ромни, да, поэтому для них-то внутри это не будет однозначно сигнал на продажу, будем по-русски говорить, сигналом на продажу. Просто в отношении России в моменте это будет негатив. И видимо, рынок наш отреагирует так же, наверное. Конечно, конечно. Дальше может быть все что угодно. Грубо говоря, если, скажем, нынешний председатель ФРБ Филадельфии станет главой Федрезерва, то, наверное, это тоже может быть не очень хорошо, да, сворачивание программы. То есть спекулятивное какое-то накапливание таких негативов может быть... Он, кстати, один из ястребов, да, как говорят в таких случаях? Да. Фамилию я, кстати, не помню его. То есть он как раз, мне кажется, именно Филадельфия, да? Да. Он говорил, во-первых, он скептически относился к Куе-3, к Куе-3 конкретно, и вообще считал, что уже ставки давно пора поднимать, да? Ну такое, так сказать, лечение, шок и терапия. Да, 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 да. Совершенно верно. Что ты по поводу шорта на год? Шорта на год. Шорта на год. Что ты думаешь? Ну, в принципе, я думаю, что не обязательно это может быть одно событие. Это может быть легко, просто, да, комбинация различных там и макроэкономических, и просто каких-то сценарных событий, да, которые вот просто там в какой-то момент вот они реализуются. Ну, как бы, когда это произойдет, вот произойдет ли это в следующем году, или через 10 лет, это сложно сказать, ну, практически. Поэтому вот, мне кажется, что, конечно, да, если там инвестору удается хорошо поймать точку входа, да, он входит в шорт, рынок идет в его сторону, но можно надеяться дальше, что... Самое логичное сейчас, да, тоже СИПИ, на хаях стоит, давайте зашортите его, и все, и сейчас что-нибудь случится, и... Хотя, с другой стороны, да, есть всегда возможности не попасть. Так, ладно, хорошо, спасибо. Тогда давайте продолжим, и, собственно, не так много времени осталось опять. Мы не будем говорить о конкретных идеях, наверное, уже, да, мы поговорим, ну, опять-таки, я понимаю вас прекрасно, мы не будем говорить о конкретных прогнозах, таки, но, тем не менее, вот Илья как раз начал об этом. Давайте... О, извините, я отрекся, меня напугал. Пришел вопрос, да, и ник нашего слушателя звучит так, Берлускони. Я подумал, что нам написал Берлускони, его что-то интересует, наверное, поскольку он уже не удел. Что спрашиваешь? Сейчас давайте я прочту. Итак, Берлускони. Не думаете ли вы, что поиск идей в текущих активах на рынке, в текущих условиях бесполезный труд? Ну, милый мой, Берлускони, мы как раз об этом и говорим сегодня весь вечер. Дело в том, что сейчас денежные потоки компаний, из которых вкладывает стоимость компаний, стоят, стоят на одном уровне уже два года. О, как. Уже стоит обратить внимание на новые компании, иметь стабильный заработок на IB. Что такое IB? И деньгах фондов. Ну, это инвестмент бэнкинг и какая-то там прямые инвестиции, может быть, здесь об этом речь еще и нет. Вот, наверное, да. И вообще, пора просто поработать в отраслях. Вот спрашивает, собственно, наш слушатель Берлускони. Дима. Ровно сегодня об этом говорили, когда обсуждали с перспективой развития отрасли. Может быть, как раз Берлускони либо слышал, либо присутствовал. Согласен. На самом деле, у многих моих коллег из аналитиков, не из управляющих, из аналитиков, у многих моих коллег такая голубая мечта уйти в отрасль. Причем она с 2008 года. Просто я знаю многих, которые туда уходили, и там ничего сладкого-то не было. К сожалению, многие люди разбалованы высокими доходами и сравнительно низкой ответственностью. Одно дело бизнес-аналитика и ошибка там. Другое дело фондовая аналитика и ошибка здесь. Когда аналитика вроде бы есть такое большое расширение в конце каждого ресурса. Цена ошибки где больше? Конечно, в отрасли. Конечно, в отрасли. Потому что здесь, если ты купил, в основном аналитики рекомендуют купить. Поэтому если ты купил, то когда-то вырастет. А если сразу выросло, то ты молодец. Да, ты уже гуру. Честная ситуация. И, собственно говоря, все это понимают. И ничего здесь, опять-таки, страшного нет. Поэтому уйти в отрасль, это хорошо, если отрасль действительно люба. Вот если нравится человеку нефтехимия, он туда уйдет. Чудесно. Мне кажется, любви здесь недостаточно. Хотя, конечно, это хороший повод. Это очень хороший повод. И смотря, опять же, если человек приходил в бизнес, заканчивая какой-нибудь естественный факультет, для него это любовь. Это возврат в родное. Если человек приходил с какого-то финансового или экономического, ему может быть скучно. После консерватории. После консерватории и так далее. И он говорит, я люблю нефтехимию. Я всю жизнь проиграл на рояле, пардон, или на контрабасе. Но я люблю нефтехимию. И пришел в отрасль. И понял, что я люблю нефтехимию. И пришел в отрасль. И вот она драма. Любовь взаимной вряд ли может быть. А что касается прямых инвестиций или инвестмент бэнкинг. Понимаете, нигде особо активности-то нету. В этих отраслях тоже. Потому что есть очень ограниченный круг компаний, которые могут чувствовать себя заведомо устойчивы. Несколько сегментов, например, в России, которые в кризис не падали, например. Ну, скажем, ритейлы, дискаунтеры или, наоборот, очень топовые, высокосценовые сегменты. Там, положим, фармацевтик. Вернее, даже не фармацевтик, а там клиники. Не падали. Там спрос на косметику не падал. Потому что людям все равно это хочется. Все равно это нужно. Но сколько это будет продолжаться, неизвестно, что будет в следующей волне кризиса. Опять, кризис-то у нас был очень короткий, на самом деле, когда все испугались. Это продолжалось реально два квартала. Скорее, даже один. Потом, наоборот, эйфория. Ну, теперь все, на все. Да, выдохнули. Спасли, да. Да, но нашли. Да. Поэтому можно уходить, но и здесь зарабатывать можно. Просто надо несколько менять ориентиры, собственно. Я бы просто призывал не исходить и слушателей, и всех, не исходить из концепции безудержного роста. Из концепции волатильного боковика с возможностью коррекции. И это не значит, что нельзя покупать что-то. Можно покупать дивидендные бумаги, можно покупать, опять-таки, структурные продукты, можно покупать, скажем, на фикс-тинком. На долговом рынке можно работать очень интересно, если ты четко понимаешь, какой длины у тебя деньги, когда погашение, какая дюрация у тебя портфеля. И здесь риски можно контролировать очень хорошо. То есть, собственно говоря, даже те же самые дивидендные идеи. Это не обязательно, что вы рассчитываете на 6-8% годовых, а при этом ваш основной актив может упасть на 20%. Нет, это вопрос момента входа. Поэтому, наоборот, рынок становится сложнее, да, это не 2004 год или 2006 год, когда купил все, что угодно, но, извините, это редко бывает. Да, всю жизнь так не проживешь. Илюш, как ты на утро тебя смотришь сам? Ну, я соглашусь с Дмитрием, в общем-то, да, рынок меняется, рынок поменялся, наверное, сильно очень после 2008 года. И, как бы, вопрос, смогут ли профессионалы, да, скажем так, которые заняты, адаптироваться и объяснить клиентам качественно. Ну, я, извини, я тебя перебью. Я надеюсь, по крайней мере, профессионалы смогут, потому что они профессионалы. Вы, собственно, об этом и говорили, но не улыбайтесь. Вы профессионалы, прежде всего, я уверен, вы как раз найдете возможность адаптироваться. А от вас зависит уже, и, соответственно, как это сделают ваши клиенты, ваши слушатели, ну, и все остальные. Спасибо огромное. Итак, друзья мои, я благодарю моих гостей Илья Фролов, Дмитрий Александров. Значит, я заканчиваю сегодняшнюю программу с оптимизмом. Идеи есть, идеи есть. Надо их искать, надо их видеть, надо слушать сухой остаток. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует...